14 глава книги пророка Захарии. 15 глава книги пророка Захарии. 15 и придет Господь Бог мой и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятие не будет боли, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело Его, когда Он еще стоит на своих ногах, и глаза у Него истают в яминах своих, и язык Его иссохнет во рту у Него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные и всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Савуофу, и для празднования праздника кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Савуофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет ее поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот, что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Савуофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Савуофа в тот день.